Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрики, Диссидерия Ткаро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегас. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Гитт, что такое? Поехали! Поехали! Это не странно. Мне правда, травой это принес. Его, Господи. Малыш. Он здесь. Рудольфо, я понимаю твои желания, но от меня ничего не зависит. Не могу взять в толк, в чем проблема? Почему нельзя ускорить развод? Ну, Рудольфо, проблема в том, что импорт приносит приемы. Компания на подъеме, а ты ее часть. Скажи мне, как это связано с нашим разводом? Мы вместе ведем дела. А если мы разделимся, это все осложнит. Мы уже решили. Я не покидаю компанию. Это лишь развод. Да, Рудольфо. Но мы с тобой подписали, как супруги, множество деловых документов. В том числе и последний контракт. Последний контракт? Что еще за контракт? Это нечто большее, чем просто контракт. Мы с тобой купили дом Игнасио Риера. Это мой сын. Мой малыш. Что же это? Господи, за что? Не могу это слышать. Как это жестоко. Боже. Помогите. Умоляю. Чему ты удивляешься? Если бы мы не купили этот дом, его бы купил кто-нибудь другой. Не понимаю, что это такого. Я предпочел бы все знать заранее. Но теперь уже поздно. К тому же, это никак не повлияет на наш развод. Рудольфо, помнишь то, что я тебе говорила? Одно с другим никак не связано. Что касается подписей, то есть законные способы все уладить. Элисия, мне жаль, но я готов потерять все. Лишь бы развестись. Пойдем, Асабель увидишь. Там колыбель, а в колыбели кукла. Луиза Фернандо, кто мог это принести? Не знаю, но кто-то принес. Ужасно. Успокойся, давай вынесем ее, а потом узнаем, кто это сделал. Давай. Лиза Фернандо, здесь нет колыбели. Нет? Как нет? Я была здесь. Стояла на этом месте. Клянусь, Асабель, здесь была колыбель с куклой. Я спала, меня разбудил. Детский плач. И колыбель стоял вот здесь. Я подошла. Откинула полок. Боже мой. Успокойся. Наверное, ты виделась. Не, Асабель. Я помню, колыбель была на этом месте. Наверняка тебе приснился страшный сон. Ты же пичкаешь себя лекарствами. Перестань. Здесь ничего нет? Ты была одна? Все равно, Асабель. Я знаю. Знаю наверняка, что эта колыбель была здесь, в комнате. Все пройдет. Мириэм, этим не особенно наешься. Я думаю, что вы приготовили еще. Ладно. Сейчас. Извините. Прости, Мириэм. Знаю, ты сейчас занята. Но мне нужно поговорить с Динорой. Динора ушла, у нее какие-то дела. Может, она у себя? Я не ее секретарь. Извини. Выходим? Да, сейчас. Прости, я бы еще осталась, но у меня ребенок. Я, наверное, тоже пойду. Мириэм. Извини, забыл. Ты теперь замужем. И к тебе надо обращаться уважительно. Синьора де Минера. Жаль, что у тебя такая плохая память. Но можешь звать меня как хочешь. Да, ты такая же чуткая, совсем не изменилась. Пойдем, Бонбон. М-да. А-а-а. Э-э-э. Смотрите, все завтра. Помнишь? Нужно поговорить. Тет-а-тет. Тет-а-тет. Фабиан, не кори себя из-за Глэдис. Разве лучше, если бы она убежала из дома, и с ней бы что-нибудь случилось? Или ты сказал бы, что любишь ее, а потом ушел бы к другой? Там, ей лучше, о ней заботиться, она поправится и снова поверит в себя. Все образуется. Вот, увидишь. Подумай о себе. Верно. Ты мне нужна, Дюнора. Мне так хорошо с тобой. Да. Кто есть здесь? Будь со мной всегда. Будь со мной всегда. На улице просто пекло. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Хуанита. Помнишь Фабиана? Да, конечно. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Сейера. Выпью воды и пойду к себе. Навещать Игнасио – это кошмар. Он там совсем один, это так тяжело. Бедняга. Как мне его жалко. Я говорила ему, что он может мне рассчитывать, хотя я не веду его дело. Этого я никак не могу понять. Ты и должна его защищать. Ты его прекрасно знаешь и по работе, и в жизни. Ты знаешь, что он честный человек и не способен на преступление. Ну, что тут скажешь? Это его решение. Хотя мне ужасно жаль, что я не могу ему помочь. Он этого заслуживает. Я бы… Знаешь… Вы оба одинаковы, потому и не поженились. Пожалуй, я пойду. Уже? Я немного устал. Прости, не волнуйся. До встречи. До свидания. До свидания. Что случилось? Рудольф, я уже хотела звонить твоей маме. Что-то с Луизой Фернандой. Не знаю, но сентября, лучше тебе это расскажу. Сабель, мне некогда говорить о чем дело. Дело плохо. У меня нет. Что ты сказала? Она думает, что ее не хотят destruить. Нет. Я не сомневаюсь. Я не знаю, что ее не пришли. Нет. Что ты думаешь? Нет. Но в смысле... Да, и дальше было плохо. Я успеху, значит... Я небыдала. Нам нужно было едущим. Я не знаю, что я жал. Я не знаю, как у меня это было. Я покажу. Ничего сложного, Эмили. Ты с этим легко справишься. Кто знает, всякое может случиться. Главное, слушай меня. Думаешь, получится? Дело того стоит? Уверена. Я кое-что приготовила в Уиде Фернанди. Подарок. Я устала от того, что ты идиотка, все время мне мешает. Пришло время вырвать сорняк с корнями. Так что... Сегодня я на тебя. Не подведи меня. Обед почти готов. Хуанита, ты не знаешь, почему Фабиан так внезапно ушел? Знаю. Мужчина, который ухаживает за женщиной, не любит, когда при нем говорят о ее прошлых романах. А я завела разговор с Ингарией Игнасио. Думаешь, дело в этом? Да, конечно. Твоя забота об Игнасио ему не понравилась. Ай, гуанита. Это не качество. А разве мужчины когда-нибудь взрослеют? Это он. Мигель Энрике? Зачем ты пришел? Я хотел бы поговорить с вами, сеньора Радликис. Хорошо, что пришел. Я приготовила обед. Поешь вместе с нами? Нет, спасибо. У меня дело к сеньоре. Ты сердит. С чего вы взяли, что я причастен к тому, с чем обвиняют сеньора Игнасио Риера? Я это не выдумала. Против тебя есть улики. Все это клевета. Я не виновен. Я не придумала. Я видела половину. Она была здесь. Ну да, точно. Вот здесь, я помню. Нет. Я ведь еще не сошла с ума. Я не виновен. Я не виновен. Кто там? Луиза Фернандо, открой. Рудольфо, Рудольфо. Что случилось, милая? Кто-то принес сюда колебель. Клянусь, я ее видела. Тянеша, успокойся. Я с тобой. Не волнуйся. Я искала, ее везде не нашла. Но она была здесь. Клянусь, в этом. Хватит, это всего лишь кошмар. Все уже прошло. Я этого не вынесу. Все пройдет. Я с тобой. Теперь мой вместе. Все будет хорошо. Успокойся. Карамба. Ага. По-фин ленку. Маконечно. У меня к вам разговор. Я хочу знать, где ребенок Луизы Фернанды. Вы не понимаете, что вы говорите. Вы не понимаете, вы не хотите говорить об этом. Вы не боитесь. Вам страшно, что все откроется? Верно? Ну же, скажите правду. Мне с вами не о чем говорить. И не о чем бояться. Однако боитесь. Впервые незнакомый мужчина приходит ко мне на работу и обвиняет меня в том, к чему я не имею никакого отношения. Перестаньте. Я прекрасно знаю, что вы в этом замешаны. Неправда. Вы не имеете права. Имею. И добьюсь своего. Потому что вы совершили преступление и должны быть наказаны. Так что решите. Не вернете ребенка. Вас ждет тюрьма. Я чувствую, что мой муж живет. Это невозможно, но мое сердце, ты чувствуешь, не думай, не думай об этом, успокойся и отдохни. Мне так тебя не хватало, не хватало твоего тепла. Поцелуй меня. Не бойся, я всегда буду рядом, рядом с тобой. Не волнуйся, мы всегда будем вместе. Динора, прошу, выслушай Мигеля и Энрике. Я мало знаю об этом, но мне кажется, что ему можно поверить. Я могу слушать кого угодно, но факт остается фактом. Большая сумма денег вдруг появилась на счете Мигеля и Энрике и сразу же исчезла. Я об этом не знал, ни о чем не подозревал. Придется это доказать, но не здесь и не сейчас. Сделаешь это в суде. Не понимаю, почему меня можно оклеветать. Сеньора Игнатьева тоже оклеветали, но ему верят, а мне нет. Не сравнивай себя с ним, вы слишком разные. То есть, это значит, что... Это значит, что я тебе не верю. Динора, слушай, я дам за него голова на отсечение. Прекрасно. Что ж, тогда я сам докажу свою невиновность. Простите. Дочка, ты несправедлива. Хуанита, Мигель Энрике должен за все ответить. Не удивлюсь, если он задумал эту сделку, не рассчитав последствий. А теперь Игнасио сидит в тюрьме. Вместо него. Что будешь делать? Уйду. Не хочу видеть ни Мигеля Энрике, ни всех остальных. Ухожу. Хуанита, я не могу потерять то, чего так долго ждала. Я хочу жить. Думать о себе. И только о себе. Прощай. Постой. Мальчики, раскать. Ну, еще чуть-чуть, Мириам. Нет, уже поздно. Сегодня был долгий день. Расскажите что-нибудь. Ладно. Нет, сегодня Мириам вам не расскажет. Пикура говорит, что Мириам отличные истории. Может быть, на сегодня историю на ночь вам расскажет Тохо. Нет, нет, я не умею. Правда? Молодоженам нужно побыть одним. Живо спать. Что ты говоришь? Дочка, мама, права. Раз у вас нет недовольного месяца, пусть будет тихо снути не было. Надоел этот крик. Честно говоря, роль матери сводит меня с ума. И все за даром. Нет ни гроша. Сделка на всю жизнь. Кто это еще? Чего она спанивает? А если полиция? Нет, нет, не может быть. Мне нечего бояться. Закрой дверь, Бонбон. Скорей. В чем дело, Мириэла? Разве за тобой кто-то водится? Все осложнилось, Бонбон. Мне нужны деньги. Нужны прямо сейчас. Я не могу дать их сейчас. У меня нет денег даже на молоко. Где я их возьму? Где угодно, Бонбон? Все равно. Мне нужно бежать. Скорей бежать отсюда. Или мы попадем в тюрьму. Переживаю, деда. Луиза Фернандо больна. Выпей многое, старайся успокоиться. Это вышло хуже, чем вы думали. Да. Смерть ребенка ее измучила. Верно. Я говорил с Исабель. После родов женщины всегда более чувствительны. Но Луиза Фернандо явно нездоровая. У меня будто связаны руки. Я ничем не могу ей помочь. Время все поправится. Но приятно. Луиза Фернандо может потерять рассудок. Надеюсь, так не будет. Нужно быть. Так случилось с женой Фаня. Она замешалась на почве развода. И попала в психушку. Нет. Не думаю, что Луиза Фернандо сойдет с ума. Все равно за ней написали. А пока что пойдем-ка просмотришь кое-какие документы. Согласен? Ладно, только ненадолго. Я за нее боюсь. Да, конечно. Да, конечно. Ненадолго. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Много лет Удивительно, как много вещи говорят о характере своего хозяина Да, а теперь ты придашь этому дому новый облик Нет, я не хочу ничего иметь, это не уважение Вовсе нет, Мириан Теперь ты, моя жена И все здесь принадлежит нам Все, что есть в этом доме, наше И меняй все, как тебе нравится Это не мои вещи Я не купила ни одно из них Пускай все останется, как есть Послушай меня, Мириан Я никогда не забуду Элеонору Но пойми, теперь ты Стала частью моей жизни Ты ничего не понимаешь Совсем ничего, наивная Я наивная? Нет, ни капельки Я такая же, как ты Послушай Хочешь, переезжай ко мне Поможешь с ребенком, да? Вот еще придумала Мне и без ребенка забот хватает Ты не поняла Слушай, ты переедешь сюда И если тебя будут искать Тебя здесь никто не найдет Это идея Конечно, это идея Когда я заплачу тебе деньги Ты уйдешь Исчезнешь, испаришься И все Будет в порядке Я знаю для тебя этот брат Жертва И бысчастливилась Не буди на этом, хорошо? Я не хочу знать Ни любовь, ни страсть Ни дешевле Но я не хочу знать Что тебе понадобится Но не будем гонять, Миря Ты захочешь того Что ты не имела Мне ничего не нужно Я хочу быть счастлива с тобой И с Пикуры Большего мне не потребуется Большего мне не потребуется Что ушел Тебе что-то не понравилось? Только не смейся Да Я чувствовал себя чужим Игнатия там не было Но я ощущал его присутствие Это означает Значит, ты Не чувствуешь? Ты? 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 Да Это раздражает Что он занимает Такое место В твоей жизни И в твоих мыслях Ты сейчас скажешь Что я не имею на это право Но пойми Мне это не нравится Ты знаешь, зачем я здесь? Нет Наверное, чтобы сказать Какой я дурак? Нет Не поэтому Просто я хочу быть здесь Я хочу Провести эту ночь С тобой Мне так нужны твои поцелуи Твоя нежность Твоя любовь Я хочу быть с тобой, Фабия Только с тобой Я знаю, тебе наверняка Захочется сообщение другого рода Пожалуйста, Фурса, сменим тему Это необходимо, Мириам Я хочу поставить Одно условие Какое? Это будет трудно Установить внимание других мужчин Ты так прелестна Но я хочу Но я хочу Чтобы ты Уважала наш брак Конечно Я всегда так думала Я тебя не предам Я не думаю Я смогу Выпускать твое условие А вот и мужчины пришли Мы на минутку Сейчас уйдем Сынок Все еще сердишься на женщину Давшую тебе жизнь Любившую тебя Балававшую Перестань, мама Хватит этих упреков Может, останешься здесь Поиграешь с нами Пожалуйста Скажи мне Кто играет с тобой в карте? Алисия Она всегда безбожна Я вас слышала Прошу Ты это слышала? Да, здравствуй, Рудольф Не знал, что вы Стали подругами Видишь, мы сами не ожидали Мы с твоей мамой Отлично сыгрались, верно? Нет, нет До сих пор не могу поверить Вы ведь не ладили Так было, потому что Одна дамочка Все время настраивала Меня против Алисии Алисия Алисия Алисия, не говори Рудольфу, не серди его Что ты, Алисия? У меня нет причин Сердиться Просто Алисия Не хотела, чтобы я Деванила Но я не смолчу Слушай, Рудольфу Я всегда Враждовала с Алисией Потому что Груза Фернандо Настраивала меня Против нее Но, слава богу, Мои глаза открылись И я поняла, что за Прелесть Эта женщина Честное слово Итак, мы все обсудили Спасибо за Спасибо за уверенность и терпение Нет, спасибо тебе за то, что поняла Ну ладно, и теперь мы можем спать И я останусь здесь? Нет, тогда мы нарушим наш договор Ты будешь спать в флаге от Элеоноры Ай, но мне очень трудно Нет, выîбросите, изглавие Ты не успеешь, но не успеешь Ты не успеешь, но не успеешь Отец, ты не успеешь И я почувствую с Элеоноры Да, когда Элеоноры обралили Мы это сделали Когда мне было удобно У каждого дня Я не знаю чем. Прости. Прости, мы не хотим. Это было все уминать. Я не знаю, но уже не настолько. Правда, я не знаю, что это произошло, но с одной стороны мы с ними на этой квартире, как все супруги. Да, я не выйду на наш секрет. Спасибо. И верь мне. Ну, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это такое важное событие, его нельзя не отметить, верно? Да. Я не понимаю, за что мы пьем, мама. Рудольфо, за твою маму? Или ты не рад видеть ее такой счастливой? Алисия, мне не нравится причина ее счастья. Сынок, прошу тебя, не будь таким грубым. Я всего лишь хочу отметить покупку нового дома. Мама, ты счастлива от того, что это дом Луизы Фернанды? Нет, Рудольфо. Я не понимаю, почему ты не хочешь порадоваться вместе с мамой? Сынок, ты же знаешь, как я мечтала об этом доме. Все равно мне это неприятно. Уйдем, пока не разразился скандал. Вот. Алло. Да, я, Исабель. Как дела? Что такое? Да, сейчас приеду, не волнуйся. Что? Что? Пошли, надо торопиться. Что случилось? Рудольфо, куда ты? Исабель! Исабель, где ты? Исабель! Исабель! Господи Боже мой, не дай мне сгореть, прошу. Спасите! У вас с Рудольфо все начало налаживаться. Худо-бедно, вы с ним жили вместе. И вдруг появилась эта девчонка, и все. Не все потеряно. Я буду с твоим сыном. Возможно, я не идеальная женщина для Рудольфо. Но я стараюсь ради него, как только могу. Алисия, скажу честно. Знаешь, что меня в тебе восхищает? Мой сын тебя отвергает, а ты все равно остаешься с ним. Это не значит, что мне не больно. Когда твой сын уходит от меня, я страдаю. Но я прячу свою боль и продолжаю жить. Меня считают холодной и расчетливой. Но это совсем не так. Я жду, что Рудольфо полюбит меня. Ее дневник. Войдите. Нет, хусто. Я не буду ничего менять. Ок. ngo Рудольфо полюбит меня. Говорю, что он такой... Калилл. А если калилл. Я важна welчая она. Я всегда захотев ещё понять, чем открыть проверку. Калилл... Арк robot. Сетуysом... Я в этом уверена. Синьорита, здесь нельзя оставаться. Ну, а вы там внутри человек. Спасите ее. Кто, Исабель? Луиза Фернандо? Да, она. Пустите, прочь! Исабель, помоги! Фильм, переведенный, озвучен компанией «Интракоммуникейшнс», 1999 год. Фильм, переведенный, озвучен компанией «Интракоммуникейшн»! 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 Продолжение следует...